Детский парк на улице Сосина для Нонны Лёвиной словно машина времени. Возможность перенестись в прошлое, в город детства, юности, молодости. А фотографии – проводники в те времена. Сюда приходили родители её мужа. Здесь каталась на аттракционах и маленькая Нонна. А позднее гуляли по этим тропинкам и рассматривали гипсовые фигуры животных уже её дети. Похожие снимки сохранились у многих местных жителей. По ним можно определить, каким был парк 30 или 40 лет назад. И мы узнаём на этой фотографии ту самую вазу. Это, наверное, единственный такой раритет. Единственное, что сохранилось, аутентичное, из того старого парка. А ещё в парке был искусственный водоём. В 70-х годах прошлого века сюда даже запустили в искусственный водоём белых лебедей. Я их видела. Это было очень красиво. Единственное, что проект продержался недолго. Потому что, конечно, сложно в нашей природе и в наших погодных условиях задержать лебедей. В 50-е и 70-е годы прошлого века в детском парке были площадка с аттракционами, летняя эстрада с местами для зрителей, веранды, где можно было взять в прокат спортивный инвентарь. Вдоль дорожек парка были установлены информационные стенды с правилами дорожного движения, пожарной безопасности и другими, выполнявшие воспитательную роль. Ежегодно в парке отдыхали дети из пришкольных летних лагерей. Ближе к 2000-м годам это место изменилось до неузнаваемости. Устаревшие конструкции, рассохшиеся лавочки, замшилые дорожки. А вот в 2016-м году возникла тема детского парка. Вот как будто из ниоткуда. Разные люди обратились в разное время, с начала года. Обратилась молодая женщина с ребёнком, дошкольником. Сказала, что проживают, хотя они в новом районе, но парк настолько востребован зерного, что большие очереди в праздники стоят. Вообще, они бы с удовольствием приехали и гуляли бы здесь, в спокойном, тихом месте. Обратились пожилая супружеская пара, у них внуки. Нонна Лёвина написала обращение в администрацию. Ответ пришёл длинный, на три страницы. Но его смысл можно уложить в несколько предложений. Реконструкция парка нужна, но средств на это в бюджете нет. Тогда Нонна Олеговна пошла другим путём. Один из инструментов работы депутата – поправка в бюджет города. Он просит внести изменения в расходную часть бюджета на реализацию определённой задачи. Поправку рассматривает согласительная комиссия. Её могут принять или отклонить. Поправку Нонны Лёвиной отклонили. И вот на тот момент у меня было ощущение такой беспомощности. Не скажу безысходности, и не скажу, что руки опустились, но реально непонятно, как эту проблему решить и с какой стороны к ней подойти. Но, видимо, эта проблема назрела уже не только у нас в городе. Понятно, что люди говорили о том, что необходимо благоустраивать общественные пространства, необходимо обратить внимание на комфортную городскую среду. В 2016 году приняли приоритетную программу формирования комфортной городской среды. В рамках избирательной кампании в 2018 году Нонна Лёвина и её помощники обошли на округе квартиру за квартирой, агитируя за инициативу реконструкции парка. В результате большой общественной работы более 8 тысяч горожан отдали свои голоса парку. И после длительного обсуждения была разработана концепция его реконструкции. Всего на благоустройство парка направили более 110 миллионов рублей. Парк обрёл свою вторую жизнь. Я когда первый раз после реконструкции увидела детский парк, он сиял огня винового освещения. Я сначала даже не поняла, что мне это напомнило. А потом мне пришла в голову ассоциация. Это праздничный торт. День рожденческий торт. Это действительно символично, потому что парка – вторая жизнь. Это новая его жизнь, его день рождения. В обновлённом детском парке, кроме нового освещения, появилась система видеонаблюдения детской и спортивной площадки. Место для выгула собак, теренкуры с резиновым покрытием. Посажены черёмуха, сосны, рябины, клёны и липы. В декабре 2022 года впервые в парке установлена новогодняя ёлка. Проводятся детские праздники. И главное, в парке многолюдно и звучит детский смех.